Цифра дня в начале выпуска 15 процентов. Настолько по итогам 2016 года подорожал новый легковой автомобиль в России. Сегодня приобрести легковушку салона обойдется в 1 миллион 400 тысяч рублей. Об этом сообщили аналитики агентства Автостад. Иномарки прибавили в цене еще больше, плюс 16 процентов. По мнению экспертов, в этом году тенденция сохранится и рублевые цены на автомобили продолжат свой рост. Время деловых новостей на канале ОТС. В студии работает Борис Киргенеков. Приветствую вас. Сейчас расскажу о последних событиях экономики нашего региона и страны в целом. Неудивительно, что с ростом цен спрос падает. Продажи легковых и коммерческих автомобилей в России сокращаются четвертый год подряд. Потоком 2016 рынок упал на 11 процентов. Статистику приводят эксперты Ассоциации европейского бизнеса. Всего автосалона страны продали свыше 1 миллиона 400 тысяч легковушек. Однако темпы падения не такие серьезные, как, к примеру, в 2015. Председатель комитета автопроизводителей Ассоциации уверен, что в этом году рынок выйдет из стагнации. Эксперты также отмечают, что 9 из 10 моделей легковых автомобилей, ставших лидерами продаж в России, взобраны на наших заводах. Самые популярные марки – отечественная «Лада», корейская «Киа» и «Хендай». Запаслись перед праздниками. Повседневные расходы россиян в декабре выросли на 18 процентов. Данные приводят специалисты исследовательского холдинга «Рамир». Таких показателей социологи не фиксировали давно. Не помешала активному потребительскому поведению инфляция в полпроцента в декабре. Таким образом, сделанные ранее аналитиками прогнозы по поводу отложенной до последнего момента предновогодней закупки оправдались. Причем в большинстве случаев деньги россияне тратили не на продукты, а на подарки родным и друзьям. Однако закупочной лихорадки не было. Средний чек за один поход в магазин увеличился только на 8 процентов. А что дарили новосибирцы своим близким, выяснили специалисты сайта по поиску товаров в интернете. Они составили рейтинг самых популярных праздничных подарков в мегаполисе. Эксперты проанализировали все обращения и запросы. На первом месте парфюмерия. За ней сюрпризы развлекательного характера. Сувениры встали на третье место. Четвертое заняли мобильные гаджеты. Замыкает пятерку лидеров популярных подарков в новосибирске товары для дома. Специалисты Росстата выяснили, что цены на традиционные новогодние подарки выросли сильнее, чем на остальные товары. Примерно на 4 процента. Российский рынок люксовых товаров продолжит расти в 2017 году. Этому способствует экономическая стабилизация ситуации в стране и рост потребительского доверия. Такой прогноз дали в консалтинговой компании «Эксейн Парибас». По итогам 2016-го в стране было продано люксовых товаров на сумму в 3,5 миллиарда рублей. Это на 200 миллионов больше, чем было год назад. На это повлияли также ограничения на выезд за границу для некоторых россиян. Многие были вынуждены остаться в стране и, соответственно, покупать брендовые товары в России. По словам экспертов, рост отечественного рынка продолжится он до 2020 года. Предложения для молодежи. Работодателям Новосибирской области требуется почти 3,5 тысячи новых сотрудников. Тех, кто только недавно закончил учебу. Об этом сообщили в региональном Минтурге. О вакансиях без требования опыта работы заявили свыше тысячи местных предприятий. В основном нужны воспитатели, медсестры, менеджеры, повара, продавцы и фельдшеры. Две трети вакансий подходят для выпускников колледжей и лицеев. Ситуация в регионе на рынке труда следующая. Следующая безработица по итогам года составила один с лишним процент. На предприятиях сократили около 9 тысяч сотрудников. За помощью в поиске работы в центре занятости обратились свыше 90 тысяч новосибирцев. Прогноз по поводу безработицы в России. В этом году дали эксперты Международной организации труда. По их оценкам, без работы в 2017-м останется свыше 4 миллионов человек. Это такой же показатель, как был в прошлом году. Главными факторами такого уровня безработицы, считают в организации, стали падение цен на *** и санкции со стороны западных стран. Однако уже в следующем году ситуация изменится. В 2018-м в России будет на 100 тысяч безработных граждан меньше. И в завершение выпуска деловых новостей очередной прогноз по поводу роста российской экономики в 2017-м году. Цитата дня от Андрея Клепача, главного экономиста Внешэкономбанка. Возможности для роста у нас есть. Может быть, он в этом году даже будет больше, чем 6,7%, которые сейчас зафиксированы и в официальном прогнозе, и в нашем, потому что цены на нефть сейчас растут. Думаю, что они даже будут выше, чем среднегодовые 50 долларов за баррель. Конец цитаты. К этому часу у меня все новости экономики. Я же с вами прощаюсь. Оставайтесь на канале ОТС. Мы рассказываем интересно об интересном. До встречи.